здравствуйте друзья у нас тут замечательная история сергея 38 лет из ростова-на-дону который долго как-то шел к теме эмиграции но вдруг вот пришел неожиданно для себя посмотрел блогеров а сам он занимается в город горный инженер работает на крайнем севера работал и так далее в общем как-то уже план такой состав видно что человек такой организованный он говорит что вот я там приеду там по турвизе пройду через политическое убежище и вот вопрос у него такой вот как по вашему мнению каким образом стоит строить карьеру после легализации пытаться в горнодобывающей промышленности если владеете информацией какой по этому вопросу либо в строительной сфере доучиться получить допустим лицензию на производство электромонтажных работ планируя перебираться в калифорнию либо флориду вот такой вопрос ну давайте мы поговорим надо сказать друзья что не сталкиваясь напрямую с горной инженерии в жизни кремниевой долины так скажем вот я что-то не видел что где-то карьеры какие-то были ли чтоб тут чем такое добывали но безусловно в стране в целом соединенных штатах существует там горнодобывающая промышленность конечно и и в общем то достаточно как сказать мощная разветвленная другое дело что это не будет где-то в таком месте где может быть симпатично живется вот сергей например сам из ростова-на-дону да работал он на крайнем севере правильно то есть в ростове-на-дону ему не удалось реализоваться вот в этой профессии то же самое происходит и в соединенных штатах если он хочет жить во флориде или он хочет жить в калифорнии то скорее всего это не будет то самое место где ему удастся так на всю катушку реализоваться в этой профессии теперь второй момент который там был в вопросе это абсолютно везде есть люди которые выполняют какие-то строительные работы монтажные работы ремонт чего-нибудь делают начиная от просто домов граждан которых миллионы и миллионы и миллионы и кончая какими-то серьезными промышленными объектами и так далее поэтому никаких таких сакральных знаете знаний не требуется чтобы получить лицензию на производство там работы электрических поэтому конечно время нужно да время нужно не то что вот он так вот самолета сошел зашел в офис получил лицензию ушел оттуда с лицензии безусловно он должен какое-то время поработать но пока он свою политику там получит вот поработает на стройке там тем же электриком ну или там сначала на подхвате потом что-то более ответственное и немножко так руку набив познакомившись со стандартами и все дела он соответственно пойдет получит там свою свою лицензию и я знаю массу народу вот все кто хотел получить строительную лицензию абсолютно все получили тем более что мы имеем дело с чеком таким ну как бы боевым организованным который жизнь видел там на руководящих должностях был вот как из этого письма там следует и так далее никаких абсолютно проблем с этим делом у него не будет и поскольку я не могу как какую-то визуализацию произвести вот его как горного инженера в силу как бы удаленности моей от этого от этого вида деятельности а вот допустим подрядчиков строительных я много видел и и знаю лично и я очень хорошо его себе представляю вот он может разрастись он может конечно ведь бригаду там три человека может иметь бригаду 50 человек там несколько бригад он может очень очень здорово в этом плане разрастись тем более мужик-то молодой совсем что такое 38 лет вот я примерно такой же тоже приехал вот мне сейчас вот 60 будет до скоро мы здесь 25 лет но я был на три года моложе эти поэтому вы чё то есть если человек с удовольствием таким вещами занимается а есть есть мужики просто они но расцветают на такой работе я я видел просто они у них глаза светятся в них такая энергия как святой человек вот там спустился откуда-то пойти и вся долина знает что у нас там святой на местности поэтому конечно он он не просто заработает хорошо но он еще самореализуется и так далее это очень это очень здорово это очень мужское дело и и и вообще вот строительство я считаю если мы исторически на это посмотрим строительство и сельское хозяйство это растение и водство так скажем даже вот не больше чем скажем животноводство это такие исторические виды деятельности человека поэтому это благородное занятие что вот поэтому если он с это делает можно только успехов ему пожелать и я просто не стал зачитывать все письмо она большое у меня сегодня с собой вот три письма и все три очень большие и вопросик сам по себе не очень большой вот как как в этом письме поэтому я уже не стал там все зачитывать а так я общую идею передал и я когда говорю что ребята вы пишите коротенько потому что так она скорее ответится это правда но на самом деле когда вижу большие письма и когда я вижу вот эти истории когда люди рассказывают про свою жизнь как она сложилась как они оказались в том месте где они вот сейчас находятся какие они видят решения и так далее тогда это 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 невероятно трогательным и себе представить не можете как это как это трогательные как это цепляет все просто для нашего формата вот такого когда на работу едешь вот и там 10 минут вопрос зачитывать совершенно невозможно кроме того мне все время пишут люди а вы там вообще вопрос не зачитывайте выгоди его там поместите в текст там описание к видео и пусть там кому надо те читают но но общем такая сложная комбинация получается каждый раз соображать как как это лучше сделать в общем я хочу сказать что я сергею желаю больших успехов я вижу вот по письму что человек как сказать очень придется очень очень здесь придется и все у него будет очень здорово я про горную промышленность сожалению не скажу вот но подозреваю что если он будет горной промышленности то это не будет калифорния и это не будет флорида и и не даже если это будет где-нибудь в калифорнии там наверное есть какие-то там места удаленных калифорнии очень большой штат это не будет такое место в котором например хочется жить там или там семье находиться деткам там и и так далее все-таки это наверное наверное ему правильнее будет вот просто точки зрения такой бытовой житейской находиться в смысле выполнять другую работу которая есть абсолютно везде такое такое у меня соображение счастливо